Всем привет! Сегодня наше видео вновь о маникюре. На этот раз о сухом комбинированном маникюре с применением маникюрных ножничек и моих любимых фрес. Если честно, я фанат аппаратного маникюра, но существует два случая, когда даже я рекомендую делать комбинированный маникюр. Первый случай, когда у вашего клиента влажная кутикура. Из ее повышенной эластичности ее крайне сложно сначала поднять алмазным цилиндром, а потом счистить алмазным шаром. Фреза по ней может просто скользить или рвать ее. Поэтому проще сделать комбинированный маникюр. И второй случай, когда мастер только начинает осваивать технику аппаратного маникюра и не все фрезы ему поддаются. Самое сложное фреза для новичков это алмазный шар для счищения кутикулы. Поэтому в комбинированном маникюре мы не используем алмазный шар для удаления кутикулы полностью, а удаляем кутикулу при помощи маникюрных ножничек. Ну а алмазным шаром мы уже дорабатываем кутикулу и дошлифовываем ее. Поэтому начинающим мастерам проще освоить алмазный шар в технике комбинированного маникюра. Ну а потом уже освоив эту технику перейти на аппаратный маникюр полностью. Ну что ж, давайте приступать. Такая кутикула у нашей сегодняшней модели. Влажные руки, очень тонкая, больше похожая на пленочку кутикула, плотно лежащая на ногтевой пластине. Видно, что очень близко капилляры, кожа почти прозрачная, ну и также видно, что есть заусенцы. Наш первый шаг – подсушивание кутикулы. Делаю я это с помощью обычной детской присыпки, можно использовать любую. Смахиваем лишнюю пыль и пушером подталкиваем кутикулу, освобождая ногтевую пластину. Глубоко отодвинуть кутикулу пушером, которая так плотно лежит на ногте, невозможно. Поэтому не стоит слишком усердствовать, с этим прекрасно справится наша первая фреза. Это тонкая фиссурная фреза, алмазная иголочка с тупым концом. Ручку мотора берем как авторучку, обязательно тремя пальцами, а мизинцем рабочей руки пристыковываемся к пальцу клиента. Захват пальца клиента поначалу всегда левой рукой мастера. Заваливаем палец клиента на бочок, упираемся своим мизинцем и небольшими шажками фиссурной фрезой двигаемся по ногтевой пластине. Счищаем птериги, которые находятся под кутикулой, и одновременно приподнимаем кутикулу, можно сказать, отделяем ее от ногтя. Очень важно здесь именно приподнять кутикулу, а не поднять ее наверх, не открыть ее, как это мы делали с помощью цилиндра в аппаратном маникюре. Наша цель – вычистить пространство между лентой кутикулы и ногтевой пластиной, чтобы лезвие ножниц могло беспрепятственно туда войти и срезать кожу единой лентой. Важно, чтобы кутикула не разорвалась, а мягко отделилась от ногтя. Для этого фреза должна быть очень тонкой, с самого малого диаметра. Будь она чуть толще, она уже начнет работать как цилиндр, то есть открывать кутикулу. Вот по этой кромке мы должны срезать кутикулу. Перед срезанием я советую еще раз нанести подсушивающую присыпку. Чем сушит кожа, тем легче ее срезать ножницами. Заводим нижнее лезвие ножниц в образовавшееся пространство между кожей и ногтем. И отрезаем ленту кутикулы примерно так же, как отрезаем ножницами кусок ткани. Можно помочь себе с другой стороны. Можно отрезать все за один раз, приподнимая свой локоть. Самое главное, чтобы срез не прерывался. Это получится в том случае, если кутикула, во-первых, сухая, а во-вторых, хорошо отделено оно от ногтя и не цепляется за внутренний птеригий. Вот так выглядит кожа после среза. Для шлифовки ногтя и максимального вычищения птеригия я использую свой любимый тупой корундовый конус среднего размера. Работаем им так же слева направо по ногтевой пластине. Не боимся его совершенно, так как это очень мягкая фреза, которой невозможно навредить. Убираем им птеригий, расслойки со свободного края и дочищаем боковые пазухи. Также, если необходимо, его можно использовать как баф, то есть для снятия блеска с ногтя перед покрытием. Работаем корундовым конусом, как и всеми фрезами в маникюре, на скорости 5-7 тысяч оборотов, если у вас мощный аппарат, и 10-14 тысяч, если аппарат средней мощности. Как видите, после работы этой фрезой ноготь меняется до неузнаваемости. Приступаем к очищению уже до конца вывернутой кутикулы. Используем для этого красный алмазный шар диаметром 2,5 мм. Проходим со шаром сначала по внутренней части кутикулы, максимально поднимая кожу для счищения наверх. Главное здесь не коснуться шаром ногтя. Теперь небольшими шажками идем по наружной кутикуле. Немного поддавливаем на шар и, отпуская нажим, тянем шар в сторону, счищая кожу. Опять надавливаем на шар и, чуть отпуская, тянем в сторону. Обратите внимание, какие мелкие у меня шажки по кутикуле. Никаких длинных размашистых движений, только короткие и отрывистые. Счистить кутикулу можно только такими рывковыми движениями, а вот уже шлифовка, наоборот, предполагает плавность длинных движений. Боковой валик чистим с нажимом, эта область менее чувствительная, поэтому можно не бояться. Заусенец убираем также рывками. Поддавливаем, отпускаем. Еще раз поддавливаем, отпускаем. Счищаем заусенец обратно его роста, как будто срезаем его. Дорабатываем боковые валики и кожу под ногтем. Вот что у нас получилось, и осталась только конечная шлифовка мягким корундовым шаром. Без давления, длинными движениями, проходимся по коже вокруг ногтя и под ногтем. Таким образом, мы выглаживаем все наши срезы и придаем коже глянцевый блеск. Работая корундовым шаром, крайне важно не останавливаться на одном месте и не давить на него, иначе можно обжечь клиента. Кстати, если вам понравились наши фрезы и вы хотите их приобрести из этого или других видеоуроков, то вы можете заказать их в нашем интернет-магазине. Ссылка на него есть под видео. А по всем вопросам вы можете писать мне в личном сообщении ВКонтакте. Ссылка на мою страницу есть также под видео. После маникюра убираем щеточкой пыль и пушером формируем круглую кутикуму. С помощью воды и салфетки вычищаем пыль из боковых пазухов и не забываем убрать опил из-под ногтя, чтобы мы смогли сделать идеально аккуратное покрытие. Вот результат в сравнении двух пальцев. А вот полностью обработанная рука. Остается порадоваться весне и своему персиковому маникюлу. До новых встреч! Если вам понравилось наше видео, лайкайте его и добавляйтесь ко мне в друзья ВКонтакте.